Твой старый телефон тормозит, садится, недостаточно качественно фотографирует, так приходи в Титан. Тут много новых телефонов по очень доступным ценам. Титан, покупайте то, что давно хотели. В Кирове вынесли приговор двум грабителям, которые напали в подъезде на пенсионера. Преступление произошло на улице Левитана. По словам главного обвиняемого Максима Гольцова, он был сильно пьян. За пожилым мужчиной он следил вместе с другом Пашей. 76-летняя жертва ходила по магазинам и не догадывалась, что ее ожидает в подъезде собственного дома. Вот, а дверь открыл, а дверь не сразу закрывается. Вот здесь напали, я начал подниматься. Начал подниматься. Налетчик действовал жестко. Пару ударов и 76-летний мужчина упал на бетон. Далее грабитель стал требовать у потерпевшего банковскую карту. Но пенсионер был в сознании и ничего не отдал. Гобу пробили. А в сумке было продовольствие, документы были все, паспорт. Сосед как раз был. Он вызвал полицию и помог мне подняться. Появилось, что все у меня в крови было. Злоумышленник забрал сумку с продуктами и убежал. Когда полицейские начали поиски, они отсмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что грабитель ходил за пенсионером из магазина в магазин и видел, что тот расплачивается банковской картой. С какой целью вы совершили? Огромление? Да, в принципе, просто был бухой. Сильно пьяный? Да. Да, ударил. Сколько раз? Два раза. Куда? В область таза один раз и на раз в область полицию. После этого ушел. Так, с человеком что? Человек там остался в подъезде. 31-летнего ранее судимого Максима Гольцова и его криминального друга Павла Караваева полицейские поймали быстро. Максим признался в совершении преступления и заявил, что похищенные продукты не ел, а просто выбросил. Что в сумке было? Да, в сумке было. Бутылка водки. Коколеты, по-моему, лучше. Куда это все дели? Пошел в другую. И там дома ухимался. Выкинул? Да. В итоге Максиму Гольцову и Павлу Караваеву предъявили обвинение в групповом грабеже и похищении паспорта пенсионера, а также в нанесении побоев. В итоге Гольцову назначили наказание в виде трех с половиной лет в колонии общего режима Караваеву три года условно. Приговор не вступил в законную силу, осужденные могут его обжаловать. Михаил Вагин. Место происшествия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...